Привет друзья! Сегодня долгожданная и интересная посылочка для меня. Надеюсь и для вас тоже. Пришли литий NMC элементы для новой батареи моего электробайка. Сейчас вы можете видеть данный байк на экране. Кто давно на канале следит за проектом данного байка, тот знает, что батарея у меня 100 и 8 вольт 24 с 30 ампер час. Собрана из элементов 18650. Но эта батарея получилась очень дорогой. Плюс она довольно быстро деградирует. Ее не получается нормально охлаждать. 240 элементов использовано LG, HG2 и Samsung 30Q. Использовано очень много никелевой ленты для сваривания. Токи большие, кроме того, что греются сами элементы, потому что работают на пределе. Плюс еще нагреваются никелевые ленты. Поэтому было принято решение разобрать эту батарею на элементы. Куда-нибудь они пойдут в другие проекты. Там очень качественные оригинальные элементы LG, HG2 и Samsung 30Q. И собрать для байка другую батарею. Более емкую на 40 ампер час. Плюс соединение будет меньше. Никелевые ленты здесь широкие. Попробую сделать более технологично, чтобы минимальная длина была никелевых лент. И попробую уместить в стандартный отсек тоже 24 элемента. Я специально заказал 28 штук с запасом на 4 элемента больше, потому что могут повредиться при доставке. А также есть вероятность заводского брака. Как раз будет запас в 4 штуки. Но заказал я именно на 4 элемента больше не спроста. Потому что если заводского брака и повреждения при доставке не будет, то можно будет из этих четырех элементов собрать аккумулятор 14,4 вольта 40 ампер час. Такие аккумуляторы довольно востребованы сейчас. Обычно их используют для лодочных моторов, для какой-нибудь автономки и так далее. Продавец заявляет следующие характеристики этих элементов. Номинальное напряжение 3,7 вольта. Номинальная емкость 40 ампер час. Внутреннее сопротивление 0,7 миллиом. Размеры. Толщина 10 миллиметров. Ширина 95. Длина 325 миллиметров. Ток разряда 5С. Вес 600 грамм. Как обычно я говорю. Доверяй, но проверяй. Все характеристики сейчас я обязательно проверю. Начну с размеров. Толщина 8,5 миллиметров. Интересно. Ширина 98 миллиметров. Длина без выводов 319 миллиметров. Длина с выводами 390 миллиметров. Взвешу несколько образцов. 649,3, 649,8, 649,8, 649,5, 651,7, 647,6. Если емкость их верна 40 ампер час, то при весе 650 грамм их энергоемкость будет чуть более 227 ватт-час на килограмм. Это довольно неплохая энергоемкость. Именно поэтому они меня заинтересовали. Я не люблю на самом деле пакеты, потому что их нужно защищать. Их легко повредить. Для них нужен корпус. Но в мой байк ничего другого на это напряжение просто не залезет. 24С я уже кучу всяких элементов перепробовал, перемерил. Ничего не залазит. Только вот такие. То впритык. Нужно будет очень качественно собирать, сдавливать струбцинами. Пишите в комментариях, нужно ли снимать сборку этого аккумулятора на видео. Будет ли вам это интересно? Потому что работа по сборке такой батареи будет трудоемкая. Съемка значительно усложнит процесс сборки. Поэтому если вам не интересно, снимать я скорее всего это не буду. Но если вам это интересно, то обязательно пишите в комментариях. Это очень мотивирует меня при съемке. Взвесил оставшиеся образцы. Вес примерно такой же. Примерно одинаковый у всех элементов. Измерю внутреннее сопротивление. Сопротивление щупов равно нулю. 0,69 мили Ом. 0,68. 0,68. 0,68. 0,066. 0,67. Измерил внутреннее сопротивление у оставшихся 22 образцов. Примерно такое же, как и у этих элементов. Это очень хорошо. Теперь нужно измерить емкость элементов. Возьму вот эти вот два образца. Сейчас припаяю к ним провода. И подключу к зарядному устройству. Припаяться получилось только к отрицательному выводу. Здесь более-менее нормально вывод лудится. А вот к алюминиевому выводу. Каким только припоем. Из тех, что у меня есть, я не пробовал. Не получается это сделать. Я помню, к железо-фосфатным выводам я легко припаивался. Но к этим положительным выводам не получается припаяться. При сборке батареи надо будет что-то думать по этому поводу. Как их соединять лучше всего. И чтобы это сделать очень компактно, технологично. Потому что место там не позволяет сделать большие болтовые соединения. Если у вас есть идеи, как это сделать лучше. В байке элементы будут стоять вертикально. Соединять буду прям вот так вот. Скорее всего буду завальцовывать. Возможно потом буду еще на болтовое соединение. Но места, как я уже сказал, немного. Если у вас есть интересные идеи, как осуществить соединение элементов друг с другом. Чтобы это получилось компактно. То есть, чтобы сильно не торчало все это. Потому что у меня по высоте будет все ограничено. Пишите ваши идеи в комментариях. Бывает я не на все комментарии отвечаю. Но читаю я все комментарии. Поставлю элементы на заряд. Ток 40 А. Блин, даже уже отвык от этой зарядки. Сколько она была занята тестом 1005 циклов. Которые уже отснят по Boston Swing. Не знаю, когда получится его отмонтировать. Видео получилось очень интересное. Кое-какие моменты не совсем однозначные. Пока еще даже не сливал данные с GoPro. Не анализировал их. Не строил графики. Все это буду делать обязательно. Обязательно и видео обязательно будет. Оставлю на ночь. Пусть заряжается. Надо идти отдыхать. Уже 2 часа 35 минут. Элементы заряжены. Разряжать буду током 40 А. До 2,75 В. Включу регенеративный режим разряда. Так как сейчас зарядное устройство питается от аккумулятора. На выход. Энергия будет с элементов. Возвращена на выход. Сохранить. 40 А. 2,75 В. И также с левым элементом разряд. 40 А. До 2,75 В. Спрашивает, использовать ли регенеративный режим. Да, конечно. Все, погнали. 37 А. Час израсходовано. Элементы чуть-чуть тепленькие. Очень даже хорошо. Конечно, это небольшой для них ток. Я думаю, прям сильно греться они не должны от токов 100-150 А. У меня где-то будет 150, но максимум 200 А. Причем не длительно. Думаю, все будет отлично. Продолжаю разряд. Интересно, отдадут ли они все 40 А, как положено или нет. Элементы разрядились. Правый элемент отдал 42 159 мАч. Левый элемент, вот он снизу здесь, отдал 41 505 мАч. Измерю внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов равно 0. Сопротивление левого элемента 0,66 мОм. Сопротивление правого элемента 0,64 мОм. Можно сказать, практически не меняется внутреннее сопротивление. Довольно неплохие элементы. Главное теперь уместить их в мой байк в количестве 24 штук. И будет новая батарея просто огонь. Емкость у них, как оказалось, верная. Даже больше, чем указано. Если взять в расчет 41 Ач, умножить на 3,7 В и поделить на 0,65 кг, то получится энергоемкость 233 Ватт-час на килограмм. Это очень неплохая энергоемкость. Довольно крутые элементы. Не греются особо при токе 40 А. При напряжении моей батареи 100 В. Потом чуть ниже будет, когда будет разряжаться. Это, грубо говоря, 3-4 кВт точно будет. Можно будет в лайтовом режиме, где-то по трассе ехать 3-4 кВт при скорости 60-70 км в час нормально. Крутые элементы. Единственное, что их довольно трудно достать. Если кому нужны такие элементы, пишите на WhatsApp. Сейчас вы видите его на экране. Можно организоваться сразу несколько человек, чтобы заказать сразу большую партию. Большая партия может быть даже будет дешевле. Так они обходятся около 40 долларов за один элемент. Но я считаю, это того стоит. Сфера применения у них широкая. В основном в электротранспорте. Также можно собирать из них батареи для автономки. Особенно мобильные, чтобы они были легкие. В солнечной энергетике тоже их можно использовать. Но есть элементы, в принципе, подешевле. Чуть потяжелее, энергоемкость меньше. Если стационарная солнечная энергетика, то, конечно же, можно найти что-то подешевле. Возможно, когда-нибудь, когда появятся средства, я попробую сделать электрический парамотор на основе таких элементов, либо LG, подобного форм-фактора, но на 60 Ач. Посмотрим. Двигатель-контроллер для этих целей стоит колоссальных денег. Если когда-нибудь эти средства появятся на канале, либо получится договориться с продавцом контроллера и мотора в Китае, то обязательно такой проект будет. Ну, а пока что придется его отложить в один из долгих ящиков, где пока что, к сожалению, также хранятся и другие проекты. В том числе мощный электроэндуро. Также хочу мощный картинг собрать, чтобы можно было по льду, к примеру, гонять. Ну, и еще много чего, конечно же, хочется сделать. Но пока что в нынешних реалиях, к сожалению, это невозможно. Ну, и напоследок, для полноты картины измерю внутреннее сопротивление элементов в заряженном виде. Внутреннее сопротивление щупов равно нулю. Левый элемент 0,64 милиома. Правый элемент тоже 0,64 милиома. Я считаю, что это все погрешность прибора. Так, сопротивление элементов удивительно, но оно не меняется от степени заряженности. На этом точно все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, кому видео понравилось, кому не понравилось, дизлайки. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях, пишите в комментариях. Обратная связь очень мотивирует меня на съемку подобных видео. Увидимся в следующих видео на канале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok